Десятки рулонов ткани различной фактуры и оттенка. Рабочий график у Марины Гурвич нестандартный. Иногда в студии приходится задерживаться до трех часов ночи, чтобы выполнить срочные заказы. В своем бизнесе она за дизайнера, модельера и продавца. Работа в удовольствие. Увлекалась шитьем. Хобби переросло в профессию. Всегда приходилось все делать без подготовки, потому что я не ходила ни на какие курсы, нигде не обучалась. Наверное, интуитивно завожу какие-то общие проекты с людьми. То есть, опять-таки, только рассчитывая на собственную интуицию и рассчитывая как-то все. Я все посчитала для себя, для самого проекта, расходы и все в работу пустила. В первое время заказы поступали от знакомых и друзей. Когда их количество стало расти, Марина Гурвич открыла небольшую дизайнерскую студию. Коллекцию одежды может создать за рекордное для дизайнера время. Месяц. А это не менее двух десятков образов. Сейчас производят по 10-20 заказов в месяц. Ценник начинается с 6 тысяч рублей. Анастасия Ухова в бизнесе с ноября прошлого года. Ее на первых этапах консультировали в агентстве по занятости населения. Трудность была в том, что абсолютно не знала, как начать, в каком направлении двигаться. Статья в газете, где говорилось о том, что можно было пройти обучение в центре занятости. Строить бизнес о том, с чего начинать, как подать заявление в налоговую, вплоть до таких мелочей. Бортики для детских кроваток начала шить с появлением ребенка. Найти тот продукт, который соответствовал бы сразу двум требованиям. Гипоаллергенный материал и красивый дизайн было трудно. И самым простым способом оказалось сделать все самой. Пока проходила подготовку в центре занятости, написала и защитила бизнес-план. Через три дня субсидия уже была в руках. Финансовая помощь представляется в разных размерах. Она представлялась начиная с 2009 года. Там разные совершенно бизнес-планы. Это и услуги, это и сельскохозяйственные деятельности, есть даже производство. Есть социальный бизнес. Достаточно разнообразные. В прошлом году финансовая помощь составляла 85 тысяч. Эту сумму можно было потратить только на оборудование. Сейчас Анастасия Ухова делает детские бортики в основном на заказ. Большая часть клиентов из республики Алтай, Сахалинской и Московской областей. Там стоимость набора детских бортиков в полтора раза больше, чем в Астрахани. 8-9 тысяч рублей. Стоимость доставки окупается. В месяц заработок может доходить до 90 тысяч рублей. В Астраханской области на 2019 год зарегистрировано около 10,5 тысяч организаций. Индивидуальной предпринимательской деятельностью занимаются 16 тысяч астраханцев. Самые популярные сферы бизнеса – оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов. Этому виду деятельности отдают предпочтение 46% предпринимателей. Марина Гурвич и Анастасия Ухова построили свое дело с нуля. Марине помогла интуиции. Анастасию поддерживали и направляли сотрудники в Центре занятости населения. Данила Ситков за профильным образованием поехал в Будапешт. Лекции читали преподаватели из Германии, Англии. Представляю, чтобы отражение цвета как... Из Венгрии привез идею открыть автомастерскую. И четкое понимание, чтобы открыть бизнес в Европе – недостаточно денег. Чтобы открыть бизнес в Астрахани – знаний. Знания, которые необходимы для открытия ИП, и знания законов, и некоторых экономических составляющих. Я думаю, эти знания нужно необходимо получить здесь. И после этого открыл ИП. Сейчас занимается тюнингом, стайлингом и звукоизоляцией авто. Через два года у автостудии Данила Ситкова появились постоянные клиенты. В месяц обслуживают до 60 машин. Популяризируем эту сферу деятельности. И думаем, что поток клиентов будет увеличиваться, потому что дарим людям эмоции. Работать на себя теперь можно и без узкопрофильного образования. В столичных вузах предлагают вести бизнес-программы для студентов разных специальностей. Было бы желание. В Астрахани получить бизнес-образование можно в основном по направлению экономика и менеджмент. За два года, с 2017 по 2019, из Астраханского технического университета выпустилось более 200 студентов по этому профилю. В этом году открываем набор на новую программу организации собственного бизнеса, в которой предполагаем обучать людей, которые хотят начать свое собственное дело. Многие сегодня приходят на дополнительные профессиональные программы, как я уже сказала, качественно прожить свою жизнь. У нас читают практикующие специалисты по каждой программе. И всегда образование, я считаю, это некий ресурс, который позволяет человеку жить хорошо и строить перспективы, планы на будущее. Пример Марины Гурвич, Анастасия Ухова и Данила Иситкова показывает, заниматься своим делом можно. Кому-то помогает интуиция, другим – специалисты или внезапная идея. Если есть желание, средства найдутся. Анастасия Лонькина, Тимофей Кухарчук, Игорь Нефиденко. Центр новостей.